Вас не было мучить, все, на самом деле, ничего страшного нету. Можно предложить такой красивый, наглядный совершенно пример, действительно неформальный. Вот есть тетраэр. Знаете, что такое тетраэр? Да, знаю. Правильно. Пирамида с треугольным. Ну да, пирамида с треугольным основанием. Все треугольники там правильные. Все со стороной единицы, если хотите. То есть такая совершенно правильная фигура. Поэтому можно себе физически представлять, что когда вы ее бросаете на стол, она падает с одной и той же вероятностью на какую-то из своих стадов. Да? Вероятность, естественно, какая? Одна четвертая, да? Потому что грани у такой пирамиды четыре. Вероятность каждой стороны одна четвертая. Давайте считать, что каждая грань, вернее, так, четыре грани. Одна грань покрашена в красный цвет, другая в синий, третья в зеленый, а на четвертой есть и красный, и синий, и зеленый. Полоски такие покрашены. Одна грань красная, вторая, зеленая, третья, целиком синий, а четвертая содержит все три цвета. Давайте возьмем событие А1, состоящее в том, что... Ну, в общем, совершенно понятно, что выпала грань, содержащая синий цвет. А2, выпала грань, содержащая красный цвет. А3, выпала грань, содержащая... какой там был зеленый, да? Да. Зеленый. Замечательно. Какова вероятность каждого из этих событий? С какой вероятностью выпала грань, содержащая, например, синий цвет? Одна-вторая. Одна-вторая, потому что есть ровно две грани, которые содержат синий цвет. Целиком синяя и та, которая такая трехцветная. А? Полосатая. 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 Так, вот эти вероятности, одна-вторая, все одинаково совершенно. Да? Какова вероятность одновременного выполнения, например, событий А1 и А2? Что значит, они одновременно выполнены? Это значит, выпала грань, которая содержит как синий, так и красный цвет. Это одна-четвертая. Очевидно, это одна-четвертая, потому что грань такая одна, у нас все грани равны грани. Вот эта вот имеет вероятность одна-четвертая. И, по счастью, это как раз есть произведение половинок. Точно так же можно посмотреть сюда. Получить одну-четвертую и убедиться, что это произведение половинок. Ну и вот сюда. И тоже здесь, конечно, будет одна-четвертая. Ну, а дальше вы берете одновременное выполнение всех трех событий. То есть вам нужно считать грани, которые содержат и синий, и красный, и зеленый цвета. Это опять одна-четвертая. И вовсе не одна-восьмая, и не произведение половинок. Видите, как хитро. Ну, вроде и очень сложно. Ну, так, нет, за какое-то время придумывается, конечно. Ну, не придумывается сразу, ничего страшного. Вот. Так что бывают такие ситуации. Можно придумать какие-то более хитрые тропы.